Книга «Открытым оком», тема «Коммунизм». Том 27, вопрос 3888. «Дали свободу людям, и что? Нравственность намного стала лучше, чем при коммунистах», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вы вопрос задали к чему? Что нужно ввести из-за границы к нам, коммунистов, или своими обойдутся? Сейчас многое делается произвольно, а тогда при большевиках это вершила сама власть. При всей громадности сегодняшних жертв тогда было в сотни раз больше. Государственная мясорубка перемалывала в своих шестеренках не худшее. До 10 миллионов ныне в стране наркоманы. 6,5 миллионов абортов. Каждый год. И это тоже неполные данные. Около 3 миллионов человек совершают преступления. А умножать нужно в разы, ибо сколько неизвестных. Одному Богу известно. В год происходит более 80 тысяч убийств в стране в мирное время. 5 миллионов беспризорных детей. 80% заключенных браков заканчиваются разводами. Более 40% детей в возрасте 13-15 лет уже ведут половую жизнь. И как тут противостоять мусульманству? Они с этими вопросами расправятся в течение одного дня. 1 Иоанна 3,4. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. Исход 23,3. И бедному, не потворствуя в тяжбе его. Сирахова 24,26. Страх его только глаза человеческие. Недавно ночью Ассирийской стражей К шатру вождя была приведена Из витилуи беглая жена. Еврейский город перед силой вражьей Несмелый бой, на смелый бой и тысячу смертей Готовятся в отчаянии упорном, Как старый лев залег в ущелье горном И выжидал непрошенных гостей. Но обманулся он. Враги не подходили, А голодом его и жаждаю томили. И вот уж тридцать и четыре дня Народ выносит ужасы осады, И нет ему спасения и пощады, Вообще возвал он к Господу стеня. Вообще в нем вера правоцев воскресла. Вообще принес он на алтарь свой дар, И пеплом пересыпал свой кидар, И вретищем перепоясал чресла, И умертвил постом и покаяньем плоть, Во гневе отвратил лицо свое Господь. От Дефаима вплоть до Эквивила, От Ветелуи и Нагорных мест, По всей долине Хусской и Окрест, Асуров рать лицо земли покрыла, И конники, и пешие бойцы, И в ополчении бранном колеснице, И на слонах подвижные стрельницы, И челядь, и плесуньи, и ловцы, И евнухи, и вся языческая скверна, Все станом стало в круг намета Аллаферна. Он вождь вождей, ему самим царем, Властителем стовратной неневии, Повелено согнуть народом выи, Под тягостный, но общий всем ерем. Повелено почиться в страхе многом, И истребить нещадно всякий род, Что в слепоте своей не признает Царя земли, единым сильным Богом. И начереть мы тем стал Аллаферн тогда, И царства рушились, и гибли города, И перед ним в опрах главы склоняли Неданные кичливые враги, И всепобедный след его ноги С подвострастным трепетом лобзали. И далее, успехом возгоржен, Он шел, без боя страны покоряя, Вдруг перед ним утесов цепь сплошная, И нет пути остановился он. Ничтожный городок залег в ущелье горном, И преграждает путь в отчаянии упорном. Сатрап почил на пурпуре адра, Под сенью завесы злототканной, В каменье многоценной убранной, Когда со стражей у его шатра Явилась еврейка, Разгласилась по всем шатрам Пришествия жены, И собрались ассуровы сыны, И все их ополчение столпилось, Вокруг пришелицы и удивлялись все Евреям и ее неслыханной красе. И посредине вольников безгласных Вошла юдив в предсцение шатра, Сатрап восстал от пышного адра, И в сонмище вельмож подпострастных, В предшествии серебряных лампад, Предстал перед еврейской женою, Смутил слося юдив перед толпою, И трепетом был дух ее объят, И пала в прах она исполненная страха, И подняли ее невольники от праха. И Аллаферны, юдиви, Не страшись, Не сделано обиды Аллафернам, Тому, кто был царю слугой верным, И твой народ, Передо мной смирись И не противься в гордости, С победой в его горах Не появился б я, И на него не поднял бы копья, Не бойся же и правду нам поведай, Зачем ты от своих предалася нам? Зачем ты от своих передалася нам? И молвила юдив в ответ его речам, Владыка мой, Прими слова рабыни, И лжи тебе она не возвестит, Она тебе, владыка, предстоит, Пророчица и Господней благостыни, Всем ведомо, Что в царстве ты один, И в разуме, И в деле бранном чуден, И благ душой, И мудро правосуден, Послушай же, Владыка, Господин, Мой род Не сокрушим, Крепки его основы, Пока угоден он Пред окон иеговы, Но на пути Нечестия и зла Израиль стал, И погибает ныне, И повелел Господь Твоей рабыни Творить с тобой Великие дела, Я поведу тебя К победам новым, И вся земля Пойдет к твоим стопам, И Аллаферн сказал Своим слугам, Еврейка нам угодно Вещим словом, И все сказали, Нет жены Подобно ей Ни в красоте лица, Ни в разуме речей, И Аллаферн Спасла себе ты душу От племени Строптивого придя В победный стан Ассурского вождя, Я говорю И слова не нарушу, Пока я жив И власть моя жива, Ты в этот день Прославилась пред нами И красотой, И мудрыми речами, И если Бог Внушил тебе слова, Войдешь в чертог царя ты В ликованье многом, И будет твой Господь Моим единым Богом. Три дня юдив Меж вражеских шатров Свела гнездо Голубкой непорочной, И третью ночь Уходит в час урочный Молиться в сень Пустынную дубров. Но занялась Четвертая деница Сатрап рабам Вечерний пир дает, К еврейке Евнух Крадится в намет. Не поленись, Моя отраковица, Прославиться красой Перед вождем вождей, И быть с ним, Как одна Из наших дочерей. И говорит ему Еврейка, Кто я, Чтоб отказать Владыке моему, Иди И возвести Слова мои ему. И вышел От нее Ликующий Вагоя, Вечерний пир Кипит Уже в шатре, Торопят Вина Общее. Веселье В запястьях В перловом Ожерелье, На постланном Рабынью Ковре, Вошедши, Возлегла Юдив Перед гостями, Сверкая Яхантом Подвесок И очами. И пил Сатрап, Так много Пил Сатрап, Как не пивал Ни разу От рождения, И в нем В ту ночь Дошла До иступления К Юдиве Страсть, И духом Он Ослаб. Позднело Гости Вышли Всей Толпою, Вагоя Сам Замкнул Шатер Отвне, И Прибыли Тогда Наедине Асурский Вождь С Еврейской Женою Он На Пурпурный Одр Поверженный Вином, Она Пылавшая И Гневом И Стыдом. Спит Алаферн Полуденную Кровью Горят И Волонитые Уста И Все В нем Мощь, Желание, Красота И Подошла Еврейка К Изголовью Меч Алаферна Со Стола Сняла Одним Коленом Оперлась На Ложе И Прошептав Спаси Народ Твой Боже В Горсть Волосы Сотрава Собрала И Два Раза Потом Всей Силою Свою Ударила Мечом Во Вражескую Шею И Голову От Тела Отняла И Оторвав Завесу Золотую Ей Облекла Добычу Роковую Шатер Стопой Неслышную Прошла Прокрался Прокралась К Внимательной Рабыне И Миновала Усыпленный Стан Бежит Ассур И С Пугом Абуян С Зари Бежит Рассыпавшись В пустыне Затем Что С Весили Зарею Со Стены Голову Его Вождя Израиля Сыны От Дофиама Вплоть До Эквирила Эквирила От Дофаима Вплоть До Эквирила От Ветилуи И Нагорных Мест По Всей Долине Хусской И Окрест Бежит Ассура Дрогнувшая Сила И Вражес Стан Расхищен И Сожжен Возмещены Старицы Евреи И К Господу Возвали Иереи И Посреди Хвалебных Ликов Жон Воскликнула Юдивь В опустошенном Стане Хвалите По мостам Вопрех Вопрех По мостилась Погибнул Враг От Божья Тем Народом Которые От Нас Кичася Восстают Которые На Нас Кичася Восстают За Не Их Призовет Господь На Страшный Суд 1855 Год Л. А. Мей